Один из них – бывший студент Московского филиала Патинского государственного университета. Надо сотрудничать. Вот такие конференции показывают, что надо дружиться, надо поддержать друг друга, надо развивать. Наука – это такая вещь ненациональная, не имеет границ. Тем более вперед информационной технологии. Через несколько секунд или минут, в самом крае, весь мир знает, что вы о чем занимаетесь, что делаете. Даже иногда вы телефон отключаете, а вы не знаете, что этот телефон уже все информацию дает, где вы находитесь, чем занимаетесь, у вас сердцебиене какое, и вы о чем думаете. Поэтому интернет и полезен, и очень вреден. Самое лучшее общение – это человеческое общение. Самое лучшее. Поэтому надо общаться. Надо связь держать. У нас института уже 13 лет пускается специальный журнал научный, на двух языках, английский и русский. В процессе переработки нефтовсхемических, нефтовсхемических процессов. Вы можете статью посылать. Те люди, которые посылают из-за границы, мы без очереди публикуем. И мы очень рады будем, что этой статьи будет много. Мы всегда готовы поддержать вас. Вот то, что мы здесь обсуждали, показывает, что проблема переработки нефти и газа, проблемы нефти и фимии, проблемы фолькберных и фимии. Проблемы тонкого организма синтеза существуют и будут существовать долго, потому что триллионер меняется на качество продуктов, на технологии их получения. По экологическим проблемам очень сложные процессы. Требуется, чтобы практически безотходно было, но это невозможно. Даже я вчера читал, что в процессе получается вода и оказывается и то вредно. Но только можно в одном плане, что нехорошо очищается производственная вода. Только в этом плане. Но вода же не может быть весь вредно, это вредно. Так что очень много проблем в мировом масштабе, региональном масштабе. Даже в локальном масштабе надо решать. И поэтому связь надо держать, надо использовать. Особенно я отмечаю, и вчера сказал, что проблема преподавания химии и в школах, и, к сожалению, в вузах остается не решена. Кто из педагогических институтов, которые сегодня будут здесь? Девочки, которых нет в этом. Крисдар Гардеде – это выжимы встать там. Наверное, они ушли. Пять магистров, ни одному руководителю нет такой знания в области преподавания химии. Как они будут заниматься преподаванием? И поэтому это вопрос не только для Азербайджана, и для России, и для Грузии, и для других тоже. И даже в Америке. Президент ежегодно выделяет 5 миллиард долларов для тех школ, которые у них выбирают естественные направления, инженерные специалисты. 5 миллиард долларов ежегодно от президентского фонда. Значит, и Соединенных Штатов в Америке тоже это правильно есть. Но они отличают нас, пишут книги, прямо связанные с жизнью людей. Они не учат, вода из чего состоит, как получается. Они учат сначала вода, зачем нужна человеку, или для других живых веществ. Потом проблему поставят. Почему в Америке, в мегаполисах, питьевая вода не хватает, чем загрязняется, даже о качестве рыбы в начале реки и в конце. Почему отличается? После этих обсуждений уже поставят вопрос изучения самой химии воды. Уже школьник знает, что изучение химии воды архиважно для человека, для того, чтобы нормально жить. А мы только даем академические знания. И поэтому очень часто школьники отказываются изучать химию. И поэтому мы будем писать решение нашего конференции. Во-первых, мы будем писать, что мы это сотрудничество будем продолжать, углублять наши взаимосвязи. И одновременно будем просить правительства запознания. Это к нам относится. Вы тоже можете учесть у себя. Чтобы измениться кардинально вопрос преподавания химии. И вопрос подготовки учителей химии во всех вузах разработчиков. Это очень важно для нас. К сожалению, мы констатируем о том, что больше 90% наших учеников химии не любят. Больше 90% в стране химии. В странах, которые имеют огромный запас. 3 триллиона кубометров газа. На сегодняшний день утвержденный запас природного газа. 10 миллиард тонн нефти. Где-то 1,5 миллиарда тонн газоконденсаторов. И еще ее химии я не говорю. Аграрной химии я не говорю. Химия питания я не говорю. Вот в этом плане мы должны поставить вопрос о переорганизации. Программу для подавания химии. Надо писать новый учебник. Без этого мы не можем. Вот у нас средний возраст 43,5. Наши сотрудники. Это самый молодой институт сверху немало. Мы считаем, что это еще не хамит. Для того, чтобы еще ниже было, мы должны привлекать молодежь. С ними работать. Дружиться с ними. Вот мне понравилось, что вот татарская команда вот четыре молодых парнями здесь представились. Вот они просто знают. Они не только инженеры. Они завтра могут руководить страной. Может руководить заводом. Может руководить регионом. И это требует способность общения. Это только вот так образуется эта способность. Просто так сидеть в книге, читать с этим невозможно. Вот мы приехали, познакомились. Знали новых людей. Знали их нравы. Морали. Обычай. И самое главное привычай. Вот это очень важно. Каждая капля взаимосвязи создает море взаимоотношений на уровне государства. На уровне народа. В эпоху глобализации скрываться в маленьком объемном какое-то пространстве это невозможно. Поэтому надо знать, что мы едины. Мы должны быть вместе. Мы должны уметь простить. Забывать прошлое. Я не говорю просто так забывать. Те плохие, которые были, надо осознать, осмыслить. Перечину узнать. Для себя определить, какие выходы из этих положений. И вырабатывать такие взаимоотношения, которые больше не даст повторения вот таких ошибок, которые мы прожили. И даже сейчас во многом живем с этими проблемами. Мы, соседи, никуда не уйдем. И поэтому я думаю, что пример Грузии и России страны, это должен быть примером для многих. Вот это взаимоотношение не только продать газу, или кто-то фрукты берет из Грузии, перевозит и здесь продает, или наши продукты там продают. Это не взаимоотношение. Это элементарное взаимоотношение. Это неуправляемое взаимоотношение. Я имею в виду на уровне правительства, на уровне народа. Это взаимоотношение очень важно. Потому что безопасность мира связана вот через эти взаимоотношения. В этом плане я прошу, чтобы все ученые старались, чтобы это взаимоотношение укрепился. У всех, даже пророков были ошибки. Вот Моисея за то, что он думал, что он безгречный, Бог наказал. Вы не слышали? А даже Моисей идет по дороге и, видя право, он собрал беды и говорит, я Бог всего мира. Он говорит, почему ты этого? От тебя Бога не будет. Я Бог. Я не спорю. Я не спорю. Говорит, ты тоже схожи. Я тоже схожу. Если у кого желание выполняется, значит он прав. И Риха течет, говорит, давай схожи, просто остановиться. И Моисей говорит, Риха еще сильно течет. А Фрагон говорит, я Бог мира, остановись. И останавливается. Конечно, это легенда. Но он идет к Богу и говорит, что он каждый день против тебя выступает. Говорит, я Бог. Я твой пророк, ты меня унижал перед ними. Он говорит, иди узнаю вечером, чем он занимается. Завтра я тебя объясню. Он идет, стучает ветер, говорит, Лефрова, он в подвале. Вверх на грани повысится и просит Бога прощения. Когда завтра к Богу обращается, он говорит, вы как пророк, думаю, что у вас недостатки нет. А он днем против меня выступает, вечером просит прощения. Поэтому я тебе сказал, что запомни, и пророка есть недостатки. Нет безгрешных народов, нет безгрешных людей, нет безгрешных правителей. Поэтому надо уметь простить. Ради будущего. Ради того, чтобы земля без человека не осталась. Вот когда я писал книги о мировой истории, и даже вот на нашем сайте с четырех миллионов лет на сегодняшний день, все деревни с цивилизации из одного начала. Значит, мы были едины в начале мира. И сейчас мы так разошлись, что думаем, что как будто мы не из одного корня. И поэтому сначала надо осознать, что весь мир создан одним единым. И поэтому сегодня мы можем собраться вместе. Поддержать то и то. Вне зависимости от религии. Вне зависимости от должности. От цвета кожи. От социального положения. Надо быть вместе. Надо уважительно относиться ко всем. И тогда мы будем счастливы. И наше будущее может спокойно жить. Если в настоящее время в Сирии 600 тысяч человек уже погибли, в этом году уже больше трех миллионов человек бежал из Азии, Европы. Что будет дальше? И больше миллиона беженцев сейчас находятся на границе Турции и Сирии. Поэтому, еще раз повторяю, мы обязаны. Обязаны поддержать, помогать. Обычные люди практически бывают бессильны. А ученые может говорить, может объяснить, может научить. Вот в этом плане мы должны вместе быть. Дай Бог вам здоровья, счастья, благополучия. От нас привет, нас знающих и не знающих. Потому что все информации через ее энергию передается. Просто мы их не чувствуем, что достался на то место, которое мы хотим или нет. Но достается. Очень много происходящих, мы не чувствуем, что где-то уже фиксируем. Хорошо, что мы не чувствуем, потому что тогда мы попросили бы ответа, положительного ответа. Но когда человек не знает, где конец, это самый лучший вариант. Если кто-то хочет из наших костей что-то сказать, пожалуйста. Мы очень рады были, чтобы с вами встретились. Рады будем в следующей конференции участвовать. На следующий год у нас двух конференций предусматриваются. Один – это 100-летие нашего академика-органика, нефтехимика, Багадур Зейналович Касулу. Багадур Касулу Зейналович. И выдающийся ученый, но он занимался секретными работами. И даже наши многие ученые-химики не знают, кто он. Как ученые, это Султан Султан. Он создатель горючих для реактивных температур. Он создатель высокоплотных топлив. Далее я вам одну вещь скажу для грузинских товарищей. В 80-х годах в Грузии находилась советская авиабаза, которые самолеты, военные самолеты летали в арабские страны. И вдруг начался такое. Они все пропали без вести, авиакатастрофа, все. И они узнали, что работающие в заправочной станции сделали специальный второй и со шлангами от черосиновой линии переводили на авиабензин. Бензин вытащили вместо этого керосина. И поэтому самолет подряд взорвался. И для того, чтобы в судебном процессе, как специалист в союзном уровне, вот Султан Султанова секретный. Несколько раз поменяли в обмону в поисках. Чемпионы мира по боксу сопровождают его. И также в зал заседания его привезли. Он сидел, никто не видел, кто говорит. Он в госпитале как эксперт. И его 90-летие. Значит, конференция будет по нефтехимии по 1-й какие-то раз. А 2-й будет по присадкам, по мостам, по дизельным топливом. И общее слово, что по горючим смазочным материалам. Вот, если вы хотите, пожалуйста, мы через месяц всем после решения президентом академии пошлем информацию. Это будет оба. Один будет где-то в начале июня следующего года. А другой будет где-то в это время, может быть, в середину октября. Пожалуйста, если хотите, можете участвовать. Кто хочет что-то сказать? Я о решении сказал. Решение для нас это основа. Для вас, ну, на наш свете. Вы можете передать, вы можете использовать, вы можете не использовать. Но мы это решение у себя сделаем обязательно. Потому что и вам пошлем, чтобы вы однокомнились. Может быть, это вам поможет, когда вы раздете конференции, что-то пересмотреть. Например, я считаю, что вот все конференции, связанные с химией, должны иметь раздел обсуждения проблем преподавания. Даже в высших учебных заведениях, которые не подготовят химиков-педагогов. Химиков-педагогов, химиков-педагогов, и агрономы-химики. По любому направлению, даже строительной химии. Потому что это требует специальный метод обучения. Посмотрите. Всем нашим сотрудникам спасибо. Вчера президент Академии был здесь. Он очень доволен был. Поэтому я вам говорю спасибо. За оказание помощи нашим гостям. За хорошее участие, за хорошие доклады. Дай Бог вам здоровья, счастья. Я уже 44 года здесь, не знаю. Думаю, что вчера здесь появился. Всего было 46 килограмм. Масса тела. Даже я писал вчера. У меня такие волосы были, что очень много даже хотели, чтобы у них такие волосы были. Сейчас у меня серые. И почти волосы не остались. Масса тела больше 110 человек. Активное движение уменьшается. Вот старайтесь, чтобы молодость долго была продолжаться. Долго. Я сейчас буду здесь много. Во всех соседаниях. Дома писать. До 3 часов ночи я не сплю. Почему? Ну, уже пройдет мне так. Я говорю о молодежи. Многое пишете. Свою историю вовремя пишете. Вот в 69-м году на сегодняшний день даже студенческие тетради сохраняем. Есть великий философ был. Аль-Газали. Это он был вовремя. Он писал книги «Наставление правителя». Значит, для всех руководителей. Для руководителя требуется 4 важных моментов. Он должен быть знающим и умным. У него должен быть очень хороший советник. У него должен быть мягкой душой помощник. У него должен быть хороший историк. И потом объясняет. Если хочешь быть хорошим руководителем, ты должен быть умным и знающим. Второе. Если даже ты сам умным, знаешь, не имеешь права первого отречения без таверного совета. Третье. Если у тебя помощник будет недушевным, твои подчиненные придет время тебя спустить от этой должности. И самое важное. Так делать, что после вас, ваши истории не изменили, не фальсифицировали. Это очень важно. Вот мы видели все архивы здесь. Видите, как сохранился. Мой отец работал 58 лет в федагоге в сельской школе. Я ему все справки с 1933 года на сегодняшний день все сохраняю. В моем кабинете видели его портреты. Даже вчера мне один наш гость делал немножко такой, упрек. Почему портрет стоит в таком месте, где и портрет президента. Я пример сказал, что 50 лет возглавляющих кубов, Фидель Кастром, в его кабинете только пять различных картин. И один из них, его отец, который был безграмотным. Он не жил в селе. В этом месте, в котором жили, всего четыре дома было. Они с котами вместе жили. А он 50 лет, это портрет у себя в кабинете. А мой отец, в принципе, это подарил Азербайджану. Четыре доктора нового. Три заслуженные учителя Азербайджана. Я не имею права своего отца картину там поставить. Имею право. Я могу уйти с работы, но это портрет, от этого никогда не возьму. И каждый месяц два раза с 97-го года 325 километров я иду, могил отца и матери. Без этого не может человек счет. Если забываешь прошлого, тебе забывают быстрее, чем это прошлого. Вот поэтому я молодой уже говорю. И иногда вы стариков увидите, говорите, пусть быстро уходят, я вместе не могу. Никогда не можете их занимать. Это за меня. Каждый должен быть вместе с себя. У себя. Это надо доказать, что это достойно. Они мудрые. У них опыт есть. А у вас сила есть. Ум есть. И поэтому вот так сделать, что вместе, синхронно, и пожилее, и молодее. Тогда у вас жизнь будет прекрасна. Тогда институт может хайдиться. Если я даже, не дай Бог, на уровне пророка фунта, все равно не мог бы создать такой институт. Это создали великие люди. Развивали ученики этих великих людей. А сейчас мне что остается? С командой? Закрепить, чуть-чуть увеличить. Я не имею права сказать, что это я сделаю. Я, я, я. Так нельзя. Те люди, которые говорят много «я», значит, самые слабые, малознающие, и проигрывающие недалеко. Никто не хочет сказать? Так, до следующих встреч. И после нашей. Половинящей стопы я жду вас здесь. До свидания.